Что или кто подпитывает ваш оптимизм? Вот видите, да, если человек производит впечатление упитанного, то сразу ощущение, что его оптимизм кем-то тоже как бы подпитывает, что я подключен к некому невидимому источнику оптимизма. Меня подпитывают две вещи. Во-первых, знание истории, я знаю, как оно было и как оно будет. В России, слава Богу, очень предсказательная история. Циклическое развитие имеет свои плюсы, всегда знаешь, что будет. А второе – это общение с молодежью всякой, потому что мои студенты и мои школьники, которые очень умные в некоторых отношениях умнее меня и которые, к тому же, вот уже из года в год обрабатывают мой удачный участок. А что использование детского труда не возбраняется педагогу. Я замечаю, ну они за это там и живут, я замечаю в них очень много жизнеутверждающего. Вот сейчас мой оптимизм неожиданно пополнился. Тут, значит, студенты меня позвали в ваш университет прочитать лепцию. Ну и я с готовностью согласился, я же вообще простой такой малый человек, мне долго уговаривали. И тут вдруг они мне сообщают, что деканат был в восторге, и студенты были в восторге. Но вдруг в главном здании им сообщили, что это нельзя, потому что они что-то там с охраной не вовремя согласовали. Говорят, давайте встретимся в Петровске. Я говорю, ну меня не звали в Петровске, меня звали в университет. Если студенты университета не могут заставить начальство предоставить им аудиторию для встречи с членом Союза писателей, не напомыть, что же я себя нашел, то тогда мы просто не встретимся, вы лишитесь этой лекции. И вдруг один из них нагло сказал, а давайте мы завтра соберемся без разрешения. Меня так, вернее, не один, а одна, потому что мальчику такая храбрость никогда в голове, а девочке нечего терять, я его в армию не заберу. Я испытал такой восторг, знаете, такое наслаждение, как приятно, что он сделал без разрешения. Поэтому я всем жизнерадостно сообщаю, что завтра в 11.30, не скажу где, лекция будет. Обязательно предупредите университетское начальство, что поможет. В России холодает к началу октября, и вот что надо помнить о ней. Чем горше досталось, тем проще отобрать, чем легче досталось, тем трудней. Талант не отнимешь, породу не отнимешь, характеры пятую графу. А дом или деньги, работа или имидж вообще отнимаются как тьфу. Тогда уже не важно, умеешь ты кивать, ковать или деньги отмывать. А важно только, пустят ли переночевать. Пустят ли переночевать. Я много трудился бессмысленным трудом в огромной холодной стране. Я вряд ли куплю себе приз калидом, но главный мой приз уже при мне. Я плохо умею кастрюли подчинять, чуть лучше страшилки сочинять. И меня здесь пустят переночевать. Пустят переночевать. Сначала так водится. Станут очернять. После предложат линчевать. Но меня здесь пустят переночевать. Пустят переночевать. Чучелу пора себя переночинять. Надо с чего-то начинать. И меня здесь пустят переночевать. Пустят переночевать. Но вот чем смущает Россия отчимать большие холодные места, что всех без разбору пускает ночевать буквально девяносто из ста. Ее благая весть, врожденная болезнь, привычка пожевать-нажевать. Сперва растоптят честь и отнимут все, что есть, а после пустят переночевать. Входишь в избу, в ее копоти резьбу, а там нас уже не сосчитать. Всех пугал и чучел, и всех, кто меня мучил. Пустили переночевать. Здравствуйте, здравствуйте. Не стесняйтесь пьянствовать. Подкиньте, подкиньте березовых дровец. Мы пучились, мы мучились, соскучились и сучились. И вот где мы сошлись, наконец. Иди сюда, болезненный, башку на чан железной. Ноги под черный табурет. Такая буря на дворе, здесь внутри. Такой амбре не знаю, ложится или нет. Изба черная ночь, темная дочь, пьяная мать, честная буря, сильная печь на колена. Такая большая, холодная страна. Холодная, добрая страна. Я сам в ответе за свой Эдем. Я же писах-писах. Я уводил, я был уводим, теперь я сижу в кустах. Все атрибуты радуют глаз усадьбы, ружьё, кусты и непривычно большой запас на рабственной правоты. К тому же автор, чей взгляд прибой я чувствую всё сильней, интересуется больше мной, нежели мне. Я отвечаю за всё один, я воплощаю в рог. Можно пойти растопить камин, можно спустить курок. Их выбор сделан, понятен, путь известен, каждые пять. Я всё способен перечеркнуть, возможно, ровно пять. Убить одну, одного, двоих, ты шлюха, он в ртопрах. А то на радость врагов своих покончить с собой в кустах. А то и в воздух пальнуть, шутя и двинуть своим путём. Мол, будь здорово, резвись дитя в обменку с другим детём. И сладко будет у тебя домой прислушаться налегке. Как проб взрывается за спиной в испуганном брекеке. Я сижу в кустах, моя грудь в крестах, моя голова в огне. Всё, что автор плёл на пяти листах, расплетать поручено мне. Я сижу в кустах, полускрыт кустами, у автора на виду. Я сижу в кустах и менять не стану свой шиповник на резиду. Потому что всякой господней тваре полагается свой декор. Потому что автор, забыв о паре, глядит на меня в упор.